Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! И новостях уходящего года. Marvel могут начать судить за обман в трейлерах. Дэдпул 3 случится раньше Логана! А сорви голова таки может получить рейтинг R. Это лишь малая часть новостей, так что устраивайтесь поудобней. А в комментариях хвастайтесь тем, как планируете отметить Новый год. Для Marvel он выдался средним, а под конец студию еще и расстроил окружной судья США Стивен Уилсон. Он официально постановил, что все трейлеры к фильмам являются коммерческим продуктом, направленным на покупку билетов. А следовательно, с ними нельзя проводить никаких обманных манипуляций. Решение было вынесено на фоне суда фанатов Universal. Эта студия в 2019 году рекламировала фильм Yesterday трейлером с Анной де Армос, которой финальной версии проекта не оказалось. Студия аргументировала это творческими интересами и ненужностью героини Анны в сюжете. Но фанаты подали в суд, аргументируя это тем, что билеты были куплены как раз из-за госпожи де Армос. Судья, ведущий дела их искудовлетворил не целиком. Однако по поводу трейлеров был непреклонен врать людям, а нельзя. Как решение судья о трейлерах повлияет на Марвел? Очень и очень сильно. Юридически четкого запрета нет, однако судебная система основана на прецедентах. А значит любой фанат, в случае если трейлер затянет его в кинотеатры обманом, может Марвел засудить. И обязательно засудит, ведь многие это делают, ну, забавы ради. Да и строго говоря, есть за что. Но Марвел, как и Юниверсал, в трейлерах вырезанные сцены из фильмов рекламирует часто. Чего стоит один Халк в ролике о Войне бесконечности? Также под вопросом будут и сцены вроде Тойи из трейлера «Нет пути домой», где Сони вырезала Человеков-пауков, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Теоретически за это на студию можно подать в суд. Не то чтобы это было серьезной проблемой, но скорее всего киностудии перестрахуются и со следующего года будут выпускать менее противоречивые трейлеры. В основном с реальными кадрами из фильмов. Хью Джекману и Райану Рейнольдсу над сокрытием секретов Дэдпула 3 придется попотеть. Правда, Хью и без трейлеров выдал очень важный спойлер к фильму. В разговоре с журналом Empire актера спросили о том, как отнесся Джеймс Мангольд к тому, что Логан возвращается. Джекман заявил, что обсуждал это с режиссером и первым делом рассказал ему, что события Дэдпула 3 хронологически произойдут раньше Логана. Это, если что, неплохой такой байт, ведь до этого никто не знал, как вопрос смерти Росомахи будет решен. Рейнольдс и Джекман лишь обещали, что наследие фильма 17-го года обязательно сохранят, но не говорили, как именно. Вот и думали все, что Росомаху могут выдернуть из альтернативной вселенной или до событий Логана. Теперь из слов Хью понятно, что выбран второй вариант. А еще актер сформулировал ответ, дав понять, что в Дэдпуле 3 будет та же версия Росомахи, что и в Логане. То есть фильм с Рейнольдсом станет своеобразным приквелом к проекту 2017-го. Что здорово не только с точки зрения логики. Это первое за 4 года официальное подтверждение связи вселенной Фокс с киновселенной Марвел. Ну а еще одной бомбой от Джекмана стало официальное подтверждение, что в Дэдпуле 3 будут путешествия во времени. Актер рассказал о каком-то устройстве для перемещений по таймлайнам, которое появится в фильме. И это тоже первый раз, когда мультивселенную в фильме подтверждают не слухи, а официальные лица. Забавно, что велосипед изобретать не надо. В конце Дэдпула 2 у Уэйда Уилсона и так появилась возможность путешествовать во времени. Что это, если не судьба? Приятно, что и третья новость выпуска в какой-то веке официальная. В интервью другому журналу Total Film слово взял вице-президент Марвел Стивен Бруссарт. Он подробно расписал, как будет отличаться Канг от Таноса, не используя воду и пустые слова. Господин Бруссарт пояснил, что главное отличие двух злодеев – это раскрытая предыстория Канга. Таноса до Войны Бесконечности мы видели два раза, да и то мельком. Его прошлое пришлось раскрывать уже в фильме о Мстителях, а с Кангом, по словам чиновника, план более комплексный. До династии Канга злодея мы увидим сразу несколько раз и сразу в нескольких версиях. По словам Бруссарда, он будет постоянно висящий над Мстителями угрозой, которая с каждым новым проектом показывает все больше своих лиц и рассказывает все больше предыстории. Таноса вице-президент Марвел описывает как страшную угрозу, которая находилась за кулисами. А Канг покажет себя во всей красе на протяжении всей пятой фазы. Что интригует, ведь на данный момент появление Джонатана Мейджорса официально подтверждено только в Человеке-Муравье 3, Скорее всего он будет и в Локе, но это все еще два появления и две версии. Из слов Бруссарда складывается впечатление, что Кангов будет больше. Прикидками о том, в каких еще фильмах Завоеватель может появиться, мы занимались в прошлых видео. Сейчас лишь дополним, что теперь из разряда гипотетических они перешли в разряд очень даже вероятных. Продолжает нашу рубрику приятных официальностей «Капитан Марвел 2». Журналистам разослали пресс-релиз от Кевина Файги, в котором перечислены пять главных актеров проекта. Четверо из них сюрпризом не стали. Это Бри Ларсон, Моника Рамбо, Имман Виллани и Сэм Джексон. В общем, троица «Капитанов Марвел» и Ник Фьюри. Но последнее имя в списке неожиданное. Пятым главным актером стала Зави Эштон. Внезапно, невеста Тома Хиддлстона. Случилось ли в Марвел кумовство или нет, это интересный вопрос. Но мы лучше отметим, что Зави – внучка бывшего президента Уганды, ранее работавшая в «Шерлоке», «Докторе Кто» и других британских проектах. Она лучший друг еще одного супергероя Чарли Кокса и с 2019 года встречается с Хиддлстоном. С которым, к слову, прожила на протяжении всего локдауна, когда Марвел снимала Локи. По иронии судьбы Зави, как и ее муж, сыграет в Марвел злодейку. Какой именно, неизвестно, однако в слитом трейлере с Д-23, по словам зрителей, персонаж госпожи Эштон махал молотком, похожим на агрегат Ронана Обвинителя. Так что, скорее всего, история первой части продолжится. И Капитан Марвел, как и в оригинале, будет махаться с представителями Империи Крии. Все это указывает на то, что Зави, скорее всего, экранизирует персонажа по имени Галла. В комиксах она была крайним выжившим членом отряда Обвинителей Ронана. Разумеется, заряженным на месте восстановления доминации Крии. Это свяжет сиквел Капитана Марвел со Стражами Галактики. Участие Моники Ромбо свяжет с Ванда Вижен и Доктором Стрэнджем. Ник Фьюри вообще ходячая связь со всей киновселенной. И можно было бы построить теорию о том, как все будет круто. Но, зная Марвел и в особенности франшизу Капитана Марвел, охотнее верится в очередной проходняк с пустым злодеем, которого все забудут через минуту после выхода из кинотеатров. Поговорим лучше о старых добрых слухах. Самый свежий заявляет, что в ближайшие пару лет в Марвел появится и непроходной злодей. Сразу несколько источников отмечают, что Кевин Файги хочет видеть в кино часового. Это очень популярный и сложный персонаж, слить которого почти нереально. Роберт Рейнольдс появился в комиксах в 2000 году и сходу стал одним из сильнейших героев вселенной. Во многом из-за комплексной и сложной истории. Начиналось все с того, что с помощью очередной вариации сыворотки суперсолдата, Роберт получил суперспособности. Будучи студентом, он Аки Человек-паук сшил себе костюм, назвался Часовым и стал защищать Нью-Йорк. Собственно, для обновленного в нулевых Человека-паука Петра Паркера, именно Часовой был кумиром и примером. Теоретически, Часовой практически бессмертен и всесилен. Сыворотка сместила его молекулы, разрешая манипулировать с реальностью на самом низком уровне. Часовой летает быстрее скорости света, обладает силой тысячи солнц и иногда даже стреляет энергией из глаз пю-пю. Описание вас не обмануло, речь действительно об итерации Супермена по версии Марвел. Только в отличие от DC у этого Супермена есть изюминка. Зовут ее Мрак. И дебютировал Мрак в качестве злодея Часового. Он еще сильнее Рейнольдса. И в некоторых комиксах Мрак показан сущностью, способной победить Тора, уничтожить Асгард и разрывать богов пополам. Если вы еще не догадались, Мрак это и есть Часовой. Сыворотка разделила Рейнольдса на две части. Добрая стала супергероем, а злая – суперзлодеем. В момент разговоров Мрак не раз говорил, что изначально Сыворотка создавала именно его. А Часовой появился только из-за силы воли и доброты Рейнольдса. Главной фишкой является то, что если Часовой сдерживает свои силы и их не использует, Мрак не появляется. Но стоит Рейнольдсу хорошенько порезвиться, его темное альтер-эго тут как тут. Это постоянно приводит к интересным сюжетам о раздвоении личности, манипуляциям с памятью и прочим-прочим вещам. Собственно, заклинание из «Нет пути домой» Доктора Стрэнджа срисовано с комиксов о Часовом. Там Стрэндж, чтобы победить Мрак, стер память о его существовании у всей планеты. Включая Роберта Рейнольдса, чтобы тот перестал пользоваться суперсилами. По данным инсайдеров, у Марвел высокие ставки на Часового. И показать его могут уже в Громовержцах, выставив злодеем. А потом Файги готов снять сольный проект о героях, разыграв карту раздвоения личности. Стоит ли упоминать, что фанаты тут же вспомнили Генри Кавилла, который сидит без супергеройской работы. Он на роль Часового подойдет прекрасно. Но это опять же пока только слухи. И раз речь зашла о Человеке-пауке, отметим, что по новым данным инсайдеров, Sony хочет выпустить четвертый фильм с Томом Холландом 12 июля 2025, сразу после Мстителей 5. Но по той же информации, дату выхода династии Канга тоже могут сдвинуть. И не только из-за Человека-паука, но и из-за Шан-Чи 2. Журналисты заявляют, что у Марвел на персонажа Симу Лю большие планы, реализовать которые хотят до Мстителей 5. Так что расписание пятой-шестой фазы почти наверняка еще 10 раз изменится. Мы, само собой, будем держать руку на пульсе. И будем очень рады, если вы отметите крайний новостной выпуск этого года своим лайком под видео. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!